Дом пионеров и школьников. Городской пионерский центр. Кузница комсомольских кадров. Как только не называли дворец творчества детей и молодежи. Многие ангарчане до сих пор зовут его по-старому. Сила привычки. Конечно, с годами красные пионерские галстуки ушли в прошлое. На смену советской молодежи пришли дети нового поколения. Но неизменным осталось одно – желание получать знания. Для этого во дворце воспитанникам предлагают более 100 секций и кружков. Педагоги чутко следят за изменениями в молодежной среде и адаптируют все направления. Что-то устаревает, а что-то возвращается. Помните, в одно время у нас совершенно исчезла фотография. И кружок этот ушел, он стал невостребован, потому что все перестали фотографировать. Сегодня это возрождается, потому что художественная фотография, она все равно востребована. На особом счету во дворце творчества – те студии, которые остаются популярными во все времена. К примеру, театр «Родничок» существует уже больше 20 лет. За это время бессменный режиссер, заслуженный работник культуры Тагир Хамитов вырастил не одно поколение юных ангарчан. Секрет успеха в детях, уверен наставник. Мне больше нравится выступать на сцене, потому что, когда ты смотришь зал, у тебя такие ощущения, что ты уже на пределе, и хочется поскорее выйти. Подготовка к юбилею идет полным ходом. И если в коридорах пока спокойно, то в костюмерной уже вовсю кипит работа. Там готовят сценические наряды для предстоящего торжества. В субботу, 16 ноября, дворец творчества погрузится в сказку «Золушка». Таков сценарий праздника. Мы сходили в костюмерку, подняли старые бархатные костюмы, подарили им уже в очередной раз какую-то новую жизнь, украсив их, обшив, добавив фурнитуры, декора. Конечно же, для Бала хотелось новых платьев. Сшито 16 платьев для Бала. Плюс главные все персонажи, они тоже в новых нарядах будут. Парадный вид необходимо придать и дворцу. В этом году многострадального ремонта. Наконец, дождался местный зоопарк. На полмиллиона рублей, полученных от муниципалитета, за лето поменяли окна, полы, выровняли и покрасили стены. К сожалению, крупной суммы не хватило на решение всех проблем. Но результат все равно заметен. Разрушающуюся стенку заменили, пеноблоками сделали, чтобы ничего не упало ни на животных, ни на тех посетителей, которые к нам с удовольствием ходят в зоопарк. Ремонт сейчас еще продолжается. К Новому году, я думаю, что установят более современные клетки. И всем будет удобно и жить, и работать, и любоваться нашими животными. Это всего лишь малая часть того, как на самом деле живет дворец. Весь свой творческий потенциал коллектив раскроет завтра, на собственной сцене, когда в ярком свете софитов, подсказочную музыку, в вальсе, закружатся артисты. Елена Шелик, Дмитрий Швецов, Антон Бархатов. Местное время.